Добрый день, дорогие друзья! С вами мультимедийный портал Ватбей по медиагруппу и генеральный процессор Ярослава Михайлова. Сегодня мы в гостях в Доме правительства у Сергея Дворянова. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности, чем вы занимаетесь и почему вокруг вас такое огромное количество интересных людей. Огромное спасибо, Елена, прежде всего, что вы согласились побеседовать на такую актуальную тему, как софт-пау, мягкая сила, я президент международного дипломатического клуба Амикабилити. Клуб этот объединяет самых разных представителей и дипломатического корпуса, и народных общественных дипломатов, и артистов, писателей, художников. То есть через красоту, через образ мы созидаем такое пространство доверия, я бы сказал, понимаете? Сегодня вот у нас в Доме правительства Москвы состоялся круглый стол, который посвящен предстоящему инвестиционному культурному форуму, и у нас был в гостях посол республики Чад. Я хочу сказать, что недавно мы посетили посольство и разговаривали о том, что великий поэт серебряного века Николас Иванович Гумилев написал целый цикл стихотворений от озера Чад. И когда рассказал об этом послу, он сказал, я знаю этого поэта. Вы знаете, как здорово, знаменитый его сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд и руки, особенно тонкие, колени обняв. Ты знаешь, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Вот озеро Чад высыхает, мы понимаем, что вообще большие экологические проблемы, вызовы. Но мы всегда помогали Африке. И что сегодня сказал господин посол, очень ключевые важные слова отметил, что мы благодарны России, благодарны СССР как сверхцивилизации, что она помогла нам избавиться от колониальной зависимости. И что сейчас Владимир Владимирович Путин, который создал вот этот форум международный Россия и Африка в Сочи, помогает избавиться от экономической зависимости в странам Африки. И то, что Россия внесла такой вклад, неоценимый, победив фашизм, она это таким образом освободил не только СССР и Республики Братские СССР, но также и всю Европу от фашизма, весь мир от фашизма. Это понимает даже простой посол Республики Чад, хотя он, конечно, образованный, он блистательный такой собеседник, но мы говорим о том, что сегодня дипломатия, она должна быть со смыслом, она должна поддерживать традиционные ценности. Поэтому для меня очень приятно ваше присутствие и то, что мы вместе можем сделать что-то значимое для мира. Потому что каждый из нас в конечном итоге должен спросить себя, а чем я горжусь больше всего? Вот какой поступок я больше всего оцениваю, как красивый поступок? Я думаю, что, конечно, это связано с нашей духовностью, молитвой, с нашей благотворительностью, с нашим милосердием. Но в первую очередь это связано с тем, как мы выстраиваем эти трепетные отношения с верховной личностью Бога, который в разных религиях называют разными именами. И вот наша культурная дипломатия помогает осуществлять вот такие именно межконфессиональные диалоги, потому что сегодня вы видели, у нас были представители Чеченской Республики, и они представили свое приложение «Муслим Лайф». Мы помогаем наладить диалог между и православием, и исламом, и всеми остальными религиями. Поэтому будем рады видеть вас на наших форумах Международного дипломатического клуба «Амикабинти». Огромное спасибо, Сергей, за такое прекрасное интервью. Наш мультимедийный портал всегда поддерживает людей, которые двигаются к своей цели, несмотря ни на что, и реализуют проекты для успешных людей. Спасибо. Спасибо.